Всем привет! Что я хочу сообщить? Хочу сообщить, что с недавних пор я перестал воспринимать термин психоделия, психоделический рок, психоделическая музыка. Что за этим стоит, никто толком объяснить не может. Попробуйте спросить кого-нибудь, что такое психоделическая музыка, и начнется, ну это когда там вот это вот так, когда длинно, ну длинно, я извиняюсь, опера это тоже длинно, и бах это тоже длинно. Что это значит? Ну когда реверберация, когда там жужжит что-то, в общем полная еруда. Никто определение дать не может толкового. Поэтому будем отказываться от термина психоделический рок, ибо никто не знает просто, что это такое, а значит никакого психоделического рока не существует в природе. Фри джаз я понимаю, психоделический рок нет. Уж извините. Тем более, что разговор сегодня вообще не о психоделическом роке у нас, а части творчества британского музыканта Роберта Уайетта. Все знают Роберта Уайетта. Кто же не знает старика Роберта, которому сейчас, если мне память не изменяет, что-то такое 74 или 75. В общем, в 45-м году он родился, можно посчитать. Роберт Уайетт знаменит двумя вещами. Он знаменит тем, что являлся ядром группы софтмашин. Все знают группу софтмашин. Кто же не знает группу софтмашин? Естественно. О группе софтмашин мы поговорим отдельно, поскольку она достойна того. Я много лет люблю этот коллектив, хотя последние пластинки... Последнюю я, кстати говоря, не слышал. Недавно совсем вышел очередной диск софтмашин. Я его не слышал, а вот пластинки типа там Land of Cocaine и прочие. Какой-то кавиолый фьюжн бессмысленный абсолютно, но очень корректный и многим очень нравится. Такая музыка для лифтов, такая что-то играет. И на гитарке, и на клавишах. Такая бессмысленная довольно история, но тем не менее многим нравится она. А ранние пластинки софтмашин, там первые шесть или семь, это вообще шикарная, совершенно шикарная музыка. Так вот, Роберт Уайетт принимал участие в записи первых четырех альбомов. Четырех, да, не трех, а четырех. Потом ушел из группы софтмашин и записал пластинку The End of the Year. Конец, конец ушей, да, наверное, можно так перевести. Пластинка чисто фриджазовая, чисто фриджазовая, и слушать ее, конечно, можно и нужно, и она интересна, но ушам может прийти конец, наступить. Для тех, кто не любит фриджаз. Она у меня есть, я ее потом покажу обязательно. Все потом, все откладываем на потом. После чего он собрал очень хорошую группу, которая записала два альбома. Группу распустил, причиной она звучит позже, и записал пластинку, которую один музыкальный критик, живущий в Лондоне, один из немногих, кого я уважаю, мнение которого ценю и прислушиваюсь к нему. Алекс Канн его зовут, или Алек Канн, можно по-разному. Он действительно человек, который разбирается в музыке, понимает ее, слышал все на свете, может анализировать правильно, и все такое, что нужно для нормального критика. Так вот, он считает, что это едва ли не самый лучший альбом в рок-музыке за всю историю существования этой штуки под названием рок-музыка. Я не склонен утверждать, что это лучший альбом в рок-музыке, но то, что он один из самых значимых, это безусловно так. Его можно сравнить, если проводить аналогию с джазом, можно сравнить с пластинкой Kind of Blue Майлса Дэвиса. У Майлса Дэвиса огромное количество пластинок, очень хороших, а про джаз я уж вообще не говорю, это сотни тысяч прекрасных альбомов. Один лучше другого, выбираю на вкус. Но Kind of Blue один. И Rock Bottom пластинка Роберта Уайта тоже одна. И ее нужно, конечно, как-то хоть разик да прослушать, чтобы отдавать себе отчет, что такое рок-музыка вообще. А я не сказал, кто такой Роберт Уайет. Роберт Уайет – барабанщик. Он играл и играет, слава богу, на барабанах. Кроме того, он играет на фортепиано, на синтезаторах, на различных других клавишах. И поет. Поет он очень специфически. Бокал у него очень своеобразный. Будьте готовы, что это не Фредди Меркури и даже не Джон Леннон, которого я считаю одним из лучших вокалистов в рок-музыке. Но это опять-таки я предвижу сразу волну негодования, бурления, говн разнообразных, простите, в бурлении комментариев по поводу вокала Джона Леннона. Да, один из лучших. Мне так кажется, мое такое мнение. Несмотря на всю специфику вокала Роберта Уайетта, его очень ценили. И люди, которые с ним работали, и ценят, и я ценю, и многие ценят, и Александр Канн его ценит. И еще тысячи людей, которые слушают софт-машин и сольники Уайетта. Люди, которые с ним работали, говорили, что у него удивительная музыкальная память и фантастическое владение голосом. Он может любое классическое произведение один раз услышать, а потом с точностью до ноты его перепеть. Я имею в виду классические произведения. Самое простое это Моцарт и Вивальди, да, и дальше, 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 дальше пойдем вглубь копать, копать, копать. И вот Роберт Уайетт способен, услышав любую штуку, тут же ее повторить, спеть голосом своим, забираясь в какие-то немыслимые верха и опускаюсь в немыслимые глубины, при этом оставляя вот эту свою специфику. Ну, я заболтался. Роберт Уайетт, уйдя из софт-машин и записав смерть ушам или конец ушей, собрал группу под названием Matching Mall. Что такое Matching Mall? Это название группы Soft Machine по-французски, но искаженное написание французской фразы Soft Machine написано английскими буквами, то есть такая корявая транскрипция, но, собственно говоря, тот же самый Soft Machine, только немножко из возвращенной формы. Тем не менее, вот эта первая классинка, которая вышла в 1972 году, ее можно рассматривать как самый лучший альбом группы Soft Machine первого периода с Робертом Уайеттом, хотя здесь кроме Уайета и Soft Machine никого нет, но музыка осталась прежней, а стала даже лучше, наверное. Дэвид Синклер здесь играет из группы, караван на клавишах Фил Миллер, Роберт Уайетт, Билл Маккормик на бас-гитаре, если я не ошибаюсь. Да-да-да, совершенно верно. Но, что касается Дэвида Синклера на клавишах, тут большой вопрос, потому что Дэвид Синклер разлюбил играть в группе Match'n'Mall и по одним сведениям он ушел из группы до записи альбома, по другим сведениям все-таки играл еще на этой пластинке, но его сменил Дэйв Макрей. Здесь в кредитах обозначены оба, и Макрей, и Синклер, но на фотографии только Синклер или Синклер, Синклер, правильно, я так заговариваюсь иногда и забываю, как кого зовут. И действительно, музыка здесь не похожа на караван совсем, и Синклеру здесь было не очень комфортно. Музыка основана на импровизациях, а в караване хоть и много импровизации, но они другие, они все-таки классические, очень такие аккуратненькие, очень комфортненькие, слушабельные. Мне, кстати, нравится, это я без иронии говорю, но там очень так все, очень все красивенько. А здесь очень много красивенького, но и очень много некрасивенького, если говорить о красивеньком таком. Потому что фриджаз – это штука такая серьезная, она царапает, она режет ножом еще покруче, чем хэби-метал любой, чем хард-рок, чем рок-н-ролл, чем все что угодно. Фриджаз – это вам настоящий удар по нервам, настоящее чувство, настоящее сознание автора, артиста, исполнителя. И большого музыканта, потому что фриджаз играть, не умея играть, невозможно. Ничего не получится просто, поскольку звукоизвлечение, понимание нот, все это без этого во фриджазе вообще делать нечего. Это абсолютно точно. Можно проверить любой, попробуйте сыграть фриджаз, получится ахинея какая-нибудь, не будет музыки. А фриджаз – это музыка. Но здесь не просто фриджаз, здесь масса песен отличных, которые поет своим удивительным голосом Роберт Уайетт. Начало вообще ничего не предвещает о Каролайн Синклер. Так называется песня. Одна из лучших песен Уайета. Фортепиано, орган, гитара с вау-педалью, но не вау-вау-вау, не вот этого, а плавно выплывающие такие вот вау-вау, такие вот волны. И очень красивая мелодия. Замечательно спета Уайеттом. Ну, а потом начинается уже полный вруб всей группы, еще одна лирическая песня Уайета, и идет кусок прямо, очень не хочется говорить, похожий на Кинг Кримсон, но без аналогии нам никуда не развернуться. Если вспомнить пластинки The Star Wars in Bible Black и Lark's Tanks in Aspik, Кинг Кримсон, вот эти такие потоки сознания музыкантов, они примерно здесь и присутствуют. И из софт-машин взято самое лучшее. Взят перегруженный орган, взят бас с фузом или с каким-то овердрайвом, или с какой-то другой обработкой. Я не знаю, какие обработки были в 72-м году у артистов. И все это ревет, переплетается, плывет, таинственные голоса отовсюду возникают какие-то вот такие, и очень все здорово. На второй стороне удивительная песня Immediate Curtain с потрясающим соло на мелотроне. Даже не соло, а такая лидирующая партия, всепоглощающая, устрашающая и успокаивающая одновременно. В общем, очень хорошая пластинка. Если вы любите софт-машин и подобные группы, то получите истинное наслаждение. И второй альбом Matching Mall, который вышел тоже в 72-м году и продюсировал его никто иной, как Роберт Фрипп. А помимо Фриппа здесь в одной песне играет господин Брайан Инна. И Брайан Инна предоставляет свой удивительный синтезатор, как здесь написано, в пользование артистам. И эта пластинка, она пожестче, несмотря на то, что начинается с какого-то почти григорианского хорала под клавиши без хора только, одноголосовой, или двухголосового унисон. Тут там не разобраться за счет реверберации. Но после коротенького такого вот вступления а-ля классика, все сразу обрушивается на слушателя с барабанами, с перегруженным басом, с клавишами, тоже перегруженными, подгруженными и неподгруженными. Все вместе это звучит с невероятной игрой на ударных Роберта Вайетта. У него джазовый стиль, он играет как Макс Рох, наверное, на барабанах приблизительно. И кажется, что это полная импровизация. Но когда вы доходите до второй стороны, там музыка еще сложнее, ее еще больше, она еще более, казалось бы, разбросана, непонятно и не ясно, как структурирована. Но если слушать барабаны одни, то становится ясно, что каждый такт прописан, каждый брейк. А брейков там, ну, Вайетт играет гораздо больше, чем Кейт Мун, например, из группы The Who, который славен своими длинными брейками, да. Он играет гораздо больше, он играет в джазовой манере, абсолютно очень свободной, с железом, с малым, с потомом адские пробежки. Это все время, непрерывно. Но каждый такт, каждая долька отмечена, все прописано, все очень четко. И на первой стороне здесь у меня такое ощущение, что Роберт Фрипп все-таки играет на гитаре, хотя в кредитах он не прописан нигде. Но такое бывает, это дело может зависеть от контрактов с компанией, с которой в данный момент Роберт Фрипп работал. И просто могут запретить писать то, что Роберт Фрипп играет, что здесь звучит гитара Роберта Фриппа. Но очень похоже на первой стороне, особенно во второй части первой стороны, там, где начинается такой звуковой навал. Но навал очень музыкальный. Не просто какая-то какафония, а музыкальный такой шторм и ревущая гитара, поющая. Возможно, это и не Фрипп, но очень похоже на Фриппа. Однако на второй стороне здесь несколько песен, спетых Вайэтом, но не написанных Вайэтом. Если первый альбом практически весь сочинил Роберт Вайэт, то на втором альбоме он сочинил достаточно мало. И я так понимаю, что именно это привело к тому, что Роберт Вайэт решил распустить Мэтчен Молл. Он был организатором, он был главным действующим лицом этой группы. Он распустил Мэтчен Молл и вместе с этим выпал из окна, выпив алкоголя, упал с третьего этажа и повредил позвоночник. После чего стал жить в инвалидном кресле, но при этом записал гениальный альбом Rock Bottom и много-много-много других пластинок. О нем мы поговорим отдельно, а пока вот Мэтчен Молл, Роберт Вайэт. Пошел пить и постараюсь не выпасть из окна. Пока.